Побежал в головой подавать НЭПу 17-й номер. Четыре игрока бразильской сборной нашей штрафной. Смотрю, появился там пятый, шестой, высокого роста 15-й номера Лойсио, центральный защитник. Вот пробакивается Дмитрий Харин. И мяч оказывается в сетке ворота. Вы помните, я вам говорил, надо быть предельно внимательным игроку под 11-й номером Ромарио. Ну, незаметным был совершенно вот все эти 30 минут первого тайма. И только представилась малейшая возможность. Он оказался тут как тут, так же, как и во встрече с командой Федеративной Республики Германии. И запил гол. 11-й номер 1-0 в пользу бразильской команды. 15 минут сыграли команды во второй половине. 0-1 мы проигрываем. Яровенко. Михаличенко. В пенальти. В пенальти. 11-ти метровый ворота бразильской команды. У нас шанс восстановить равновесие. Посмотрим. Михаличенко входит в штрафную. И вот полметра. На полметра войдя в штрафную площадь, он был остановлен недозволенным приемом. Линия штрафной. Это уже штрафная площадь. Поэтому все правильно. Явная подножка. 11-ти метровый справедливый. И бразильские футболисты, посовещавшись с арбитром, решили, что так тому и быть. Остается только забить. Что-то там, так сказать, не очень. Мне нравится поведение Добровольского. Статион болеет не за нас. Ах, молодец. Хорошо. Ну а вот приветствует стадион прекрасно нашего игрока, забившего гол с 11-ти метрового. 1-1. Ну теперь уже кажется легче. Ребят, ну давайте, встряхнитесь и как вы умеете. 1-1. Вытяжеленный же матч, да? Когда разыгрываются стандартные положения, угловые штрафные, свободные, тогда они приходят сюда в штрафную площадь. Ну, Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю! Гол! 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 Поймали на контратаке. Тот самый момент, когда я говорил, что они здесь уделяют внимание обороне. Но по непонятным совершенно причинам крайние защитники вдруг пошли вперед, оставил одного центрального и пас последовал нашему Савичеву. Вот посмотрите, как его уже пытаются по-рэкпийному остановить. Он уходит. Молодец. В том, что ушел от соперника. Посмотрите, не дал ему возможности себя задержать. А дальше уже было, как говорят, с делом техники. 2-1, и сейчас, через 35 секунд, произойдет смена ворот. А нас часто спрашивают, каков же уровень олимпийского футбола. Вот попробуйте сыграйте. Один раз в финальном матче я бы всем и многим бы пожелал этого. Я по-хорошему завидую нашим футболистам. И мои чувства разделят и другие футболисты нашей страны, игроки национальной команды, которым не довелось участвовать вот в этом финальном поединке за золотые олимпийские медали. Вдумайтесь, чемпионы олимпийских игр. Однажды мы это звание завоевали. 32 года назад. И на вечные времена писали наши футболисты свои имена. Вы их прекрасно все знаете. Прекрасно. Ту плеяду выдающихся советских мастеров. И вот новая плеяда. Я, вы знаете, так рад, что у меня уже сил просто...